Друзья, привет! С вами Наталья Смирнова, финансовый блогер и основатель онлайн-школы по личным финансам на AmazonSchool.ru. Я помню, что вы хотели, чтобы я периодически делила с вами разборами тех или иных компаний. Сегодня в поле зрения у нас будет с вами Netflix. Почему Netflix? Ну, потому что Netflix просел почти на 12% после публикации отчетности за первый квартал 2021 года. Да, действительно, компании дела не очень хорошо. Подписчиков получилось гораздо меньше, чем ожидали аналитики. Все ждали больше, чем 6 миллионов подписчиков, а у Netflix получилось меньше, чем 4 миллиона за первый квартал. Более того, компания поделилась своими прогнозами на второй квартал 2021 года. Они вообще ждут прирост всего на 1 миллион подписчиков, в то время как аналитики до публикации отчетности за первый квартал ждали, что это будет плюс 5 миллионов за второй квартал. Вот такая вот история. Конечно же, акции просели, но стоит ли их сейчас подбирать, либо это падающий нож, от которого лучше отойти в сторонку. Ну, смотрите, мое мнение. Netflix, в общем-то, это основной бенефициар, один из основных бенефициаров пандемии. Ну, вспомните 2020 год. Все сели по домам, что делать дома? Ну, конечно же, стриминг, конечно же, естественно, онлайн-телевидение. И подписки, конечно же, получали огромный-огромный-огромный потенциал, огромный спрос. Теперь постепенно люди выходят из своих домов, постепенно, скорее всего, спрос на подписки сокращается. Вернется ли он когда-нибудь на уровне пандемии? Вот это вопрос. Ну, конечно, Netflix старается достаточно активно и наращивает свою базу фильмов. И планирует довольно масштабную рекламную кампанию во втором полугодии 2021 года. Планирует еще и новые фильмы. Естественно, подписывает эксклюзивные контракты на распространение контента, который не будет других онлайн-кинотеатров. Но, тем не менее, будет ли продолжаться тот спрос, который был в период пандемии? Я пока не могу ответить на этот вопрос, поэтому для меня Netflix сейчас это бумага исключительно для спекуляций. На долгосрок я брать ее не готова. Потому что, насколько история стриминга это про долгосрок, ну, это вопрос. Для меня это та же история, что и про Zoom. Так что Netflix это история, которую можно взять на уровне, там, условно, 500 долларов за акцию. С пониманием, что весь последний, почти последний год она торговалась от чуть ниже 500 до больше, чем 550. И так, вот такими вот волнами акция эта и ходила туда-сюда. И поэтому для меня это история для спекуляций. Если хотите небольшую сумму, да, можно вот в ближайшее время взять. С пониманием, что как только выйдет какая-то позитивная новость про Netflix, можно из нее выходить. Потому что в бумаге до результата второго квартала я бы не сидела. Второй квартал результаты с учетом аудита, это будет где-то конец июля-август. И если там действительно будет отчетность еще хуже в плане прироста, чем и за первый квартал, то бумага просядет еще ниже от текущих уровней. Поэтому можно спекулятивно попробовать. Если вы готовы к риску, готовы к тому, что она может просесть, естественно, еще. Потому что долгосрочно никто вам не гарантирует, что эта история действительно что-то такое стоящее. Можно взять и попробовать выйти, как только будет хотя бы небольшой отрыв вверх. И сразу же выйти. Потом оставить время, может быть, зайти по итогам второго квартала, если отчетность будет хуже ожиданий, и снова спекулятивно выйти. Заходить на долгосрок в эту бумагу я рассчитываю, если вообще я буду туда заходить, на долгосрок только где-то, когда пройдет хотя бы полгода после снятия всех ограничений, когда мы вернемся в нормальный режим работы, и можно будет оценить потенциал стримингового сервиса. Кроме того, конкурентов у Netflix становится все больше, особенно в каждой конкретной стране. И поэтому, опять же, на долгосрок временный хайп я брать не готова. Что вы думаете, что вы скажете по этой бумаге? Какие бумаги вы бы хотели, чтобы я рассмотрела в следующих видео? Напишите мне об этом в комментариях. Я с удовольствием запишу новые ролики специально для вас.